Российские специалисты говорят, что радиационный уровень на Дальнем Востоке после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» сейчас в норме. Тем временем ситуацию в Японии по-прежнему сложно назвать стабильной. По данным исследователей научно-производственного объединения «Тайфун», радиационные массы из соседней Японии пока не перенесены в регион. И вероятность того, что это произойдёт, невысока. «Каких-то изменений в радиационной обстановке на территории России не произошло. Все измерения, которые производят, показывают, что ситуация штатная, то есть все измерения на уровне фона, который имеется, а это там 12-14 микрорентген, фон на этой территории». Однако украинские эксперты предостерегают, что ситуация на «Фукусиме-1» может ухудшиться, если топливо в реакторе расплавится и повредит его оболочку. В этом случае радиация может распространиться далеко за пределы Японии. «То, что касается ситуации в Японии, по моему мнению, её развитие на самом деле ещё не достигло дна. То есть, на самом деле ситуация может усугубиться. В первую очередь, это, естественно, коснётся прилежащих территорий. Пока говорить о стабилизации ситуации, о том, что наметился какой-то прогресс в управлении аварии, с моей точки зрения, не приходится». Японские специалисты пытаются предотвратить ядерную катастрофу на «Фукусиме-1». Однако до сих пор положение в стране остаётся нестабильным. Многие россияне опасаются последствий аварии в Японии. «В общем-то, волнует. Тем более, знакомые в Японии с детишками живут. И, в общем-то, очень волнует. И, конечно, страшно, если на Дальний Восток, на Курилы, на Сахалин, это всё пойдёт. Страшно. Тем более, что мы через Чернобыль сами прошли. Для нас это жутко». «Ну, как бы нас здесь не касается, за людей обидно. Я думаю, нет смысла паниковать». «Я считаю, что это очень опасно для нашей планеты. И это может привести, наверное, к глобальным последствиям». Экологи считают, что истинные масштабы катастрофы смогут проявиться только через несколько лет. NTD, Москва, Россия.